В минувшем году в Абакане произошло 56 серьезных ДТП с участием детей. Статистика этого года более благоприятна. За 11 месяцев всего 40 таких происшествий. Зато выросло число аварий, виновниками которых становились дети, в основном пешеходы и подростки на велосипедах. Так что ликбез по правилам дорожного движения, который провели сотрудники ГАИ для слабовидящих детей, весьма кстати. Крутишь головой, смотришь, звучало сюда, потом туда. Убедилась, что нет, несколько раз. Только тогда начинаешь движение. Понятно? Колонна второклассников прошла по улице Аскизской. Там Марина Яковлева рассказала им о двух недавних ДТП, произошедших в этом районе. Одно, когда ребенок огибал стоящий автобус и попал под колеса машины. Затем долго лечился. Трагический случай произошел рядом с культурно-досуговым центром. Пьяный водитель вылетел на тротуар, сбил семью, один ребенок погиб. Главное, о чем предупреждал дорожный полицейский, лучше лишний раз перестраховаться. При нынешней ситуации на дорогах дети страдают из-за того, что водители не соблюдают правила дорожного движения. А дети рассчитывают, скажем, на зеленый свет светофора, а это не всегда спасает. Поэтому то, что сегодня объясняли сотрудники ГИБДД детям по поводу того, как переходить улицу, как обходить автобус и так далее, я считаю, что это очень полезно. Каждого ребенка полицейские и учителя школы несколько раз переводили через дорогу и советовали, как это делать безопасно. Дети, судя по всему, запомнили. Убедиться, что все машины остановились, и то, как тогда переходить, и где разрешается. В завершение акции волонтеры прикрепили школьникам на куртке светоотражающие полоски. Так теперь положено по правилам дорожного движения. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Вестихокассия. Продолжение следует...